всем приветики арбалетики на дворе 11 апреля намыл машину и погода сука чё так какая-то впереди пасмурная что за что за такое слушайте какая дорога московская лакаланская шоссе внутренка да так что не только у вас дороги херово если там кто-то говорит у нас пятница а сегодня 12 12 число пятница развратница это как его зовут двигаем сегодня саратовской область город вообще рабочий поселок горный рядом с балакова до балакова не знаю сейчас посмотрю ударение яндекс а то опять меня за кошмарить вообще-то по щам надаете орфография получается короче за ударение вот загрузился вот таким грузом везем железяки было три погрузки с юга на север вот последняя крайне пятницком шоссе туда в область короче погрузился время три двадцать до говорил не говори уже задумал рано утром стал в три ночи машина на мою ласточку туда-сюда пашка не варит и тут еще чё говорят елки-палки а мы забыли положить еще пруточки короче едем за пруточками на 500 килограмм этот груз у меня три тонны вот типа 3500 короче там на берегу договорились и все нормально как перец это базар вокзал вася у вас вот так что короче нормально так прикалываюсь в общем щачок продолжаем движение трешки впереди ленинградский проспект надо заехать на сахановскую улицу это на рязанском проспекте забрать эти пруточки блин о нифига как удача там мир притёрся прям с эвакуатором сейчас порешают там дкп там это как-то дкп такой продажи как-то надо ну короче быструю справку организуют ну чё там пускаешь ехо едет вот так вот и сразу на эвакуаторе поехали делать нечего всякая ерунда в голову лезет а чё еще делать за рулем получается как вернулся ничего там машины чуть позанимался автоном куда-то ума довел там все разъема поменял дело было разъема и все как говорится это куда ты лезешь все как говорится чин-чинари вот задача завтра дойти скинуть это все дело и еще расскажу какие у меня планы нарисовались саратовской области так что погнали здесь статья такой тоннель замутили но это давно уже колонки сейчас сейчас ленинградский то спект перейдет такой довольно гидный метров 700 может момент но стык и туда вообще так и хочется спросить кто вас так учил делать эти свежие прикольно елки-палки как говорится трешечка трешечка просто город такси 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 а нам щас вон туда налево по внутренне очки трешка нас тянет там вот видите останковская вина башенка а это у нас новая башиловка или башиловка башиловка наверно но но что есть и сегодня еще пятница все эти дачники садовники своих песок взяли багажник загрузили детей рассада не на детей не взяли рассада помидоры место занимает короче короче я походу до самореза не буду толкаться цельные боли но поглядим может быть где-нибудь остаюсь насколько большая пробка будет в области что по центре загрузили меня этим загрузом грёбаный не знаю верхом грузили повредили не повредили там тетенька была профессионал короче такое говно еще туалетный бумага бы загрузиться бы вообще было бы великолепно всякая всячина 3 700 общий вес все лицо умыли крайний осмотр мари какая красавица все выдвигаемся новорезанка за окном почти что сейчас мкадика спускаемся поднимаемся спускаемся и все и впереди ждут пробки 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 ну да ладненько время в 6 вечера Внимание водителей в одном километре отказ помню тоже раньше со знакомым он дальнобойщиком был молодой ну и я был молодой я ржал над ним эту песню там далеко далеко вот что он дальнобойщиком работает а спустя лет там 8-7 и мне удосужило удосужило стать дальнобойщиком так что теперь угораю поприкалывался судьба наказала хе-хе-хе ну правда он на фуре работал я на маленькой но в любом случае суть дела не меняет так что задача сейчас дойти до Рязани там перед Рязани там перед Рязани Беляева есть такое Врачова Беляева а блядь опупительная столовая да вот если он еще будет сейчас направо заворачивать спорим блядь на 100 рублей не проиграл ёлки палку обычно такие демоны обгоняют всех в тиски в конце ну благо он передумал а может и не хотел направо а так попался вот туда Беляев Врачова там кушаю там опупительная столовая ну не знаю как сил хватит у меня задача завтра выгрузиться суть какая у меня же тахограф это самое туда-сюда но он работает кстати на удивление но мне его надо это из КЗИ менять короче позвонил в Саратов говорю ребята мне надо тахограф из КЗИ поменять ВДОшный решил сразу с тахографа с КЗИ не ходить ну то что замена они говорят да меняем я говорю а вот мне говорят что слетит программа все дела короче снова на бабосы попаду говорят да была проблема до сентября у нас с сентября никто не приходил обратно рискну короче рискну вот новый тахограф 50 как говорится это обновление 30 как говорится это но он утвержденно как бы сказал что должно быть все нормалек но поначалу да а мы у нас программа специальная многие ее не покупают денег жмут и собственно из-за этого не берутся мы серьезные люди ну не знаю серьезные или балаболы время покажет в общем решил да понедельник записался в Саратове на установку из КЗИ потому что Питер Москва меня все отфутболили ну а че бля им легче тахограф не впарить мне кажется может я ошибаюсь ну в общем короче такая история кто не рискует тот не платит дважды ха вот ладно че встречаемся в Беляево если че будет по пути покажу в целом че тут ничего такого трасса до трассы местами через городочки маленькие октябрьские там колонна минуем по объездной так что в целом нечего смотреть так ну че всем утро доброго мне то уж так точно короче суббота вчера доехал до Беляева лег спать не знаю но он 5.20 утра в 5 встал вот подвинулся встречает нас вот такая стела рязанская вон Рязани города Рязань на ночь вроде даже подсвечивается Челябинск 1700 да у нас было просморгал а вот задача сегодня дойти до точки поселок горный ну не знаю созвонюсь попозже ну не знаю ну че там скажут товарищи приемщики разополучатели может они в 8 вечера меня ждать не будут изначально был обговор типа там в 3-4 приеду до какие 3-4 если я только с Москвы выехал поскольку там пол седьмого всем не знаю запутался пробки эти все отстоял пятничные поэтому не вариант не получится вот не знаю воскресенье примут они мне не примут ну да ладно ну так говорится другая история уже издержки производства так что двигаем дальше Рязань Рязани привет Рязанской области вот официальный знак а здесь на выезде тоже такой стоит как сказать монумент стела на выезде Рязани все Рязанск Рязань покидаю Рязанскую область еще нет пару что двигают дальше за окном Дурлатова все все Маша шлычок бенза 420 Самара 840 Шанск 145 заехал заправиться кофеечка Тата Тата нефть Тата нефть на Тата красуточка стоит здесь кстати Танека 6089 вообще великолепно 100 литров заправили 100 литров так что все заправились у меня еще это ручной режим переключения печки тросик навернулся вот он мне давно голову делает я его периодически там ремонтирую оригинальных зачистей на Тату как бы проблема поэтому и приходится кулибничать надо будет бушный с Крыма заказать наверное поменять так что приятного кофе питья за окном скоро будет путятина и мы двигаемся вперед шикарная да тут такую эту заправку построили вообще раньше ее не было и там тоже на той стороне от нефти чуть-чуть проморгал этого города Шанск въехали было написано 1553 год основания не до нашей эры в нашей эре такая проездная деревушечка ну или город получается Дашатск так Самара прямо Маршанск Тамбов направо нам прямо надо Свято Никола Черневский монастырь 22 километрика река Шача река блять стыки мостов это конечно какой-то караул надо надо разгоняться там была площадь проезжал ну такая типа центра не успел снять потому что дорога местами херовые здесь главная федералка отличная но четверка твердая а это да город как обычно у региональных властей нету денег грызуны прогрызу что-нибудь там дорогу вот вот шат 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 а я получается шатка есть объездная кстати проморгал этот момент как-то помню я ехал меня навигатор повел по объездной я как дурачела повелся на эту схему короче не помню сколько километров объездная но я ехал 20 метров в час 30 там просто вся была конченная ну это было правда лет 7 назад не знаю мне интересно изменилось что-то но судя по тому что здесь фуры идут через город но здесь оздоровительный физкультурный комплекс атлет и если ты атлет отведай-ка атлет вот да 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 еще это у нас такая стела колхоз вперед и это судя по тому что грузовики едут прямо там ничего не поменялось ну это не точно может просто срезаем километраж потому что так напрямую а так как бы процент на 30 линий а в наше время каждый литрик на счету так 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 давно я тут днем не ездил как правило ночью проезжал темное время суток так скажем теперь есть момент поглядеть и кто шатко вдруг посмотрел тебе привет это у нас что там Рязанская область получается сейчас мы должны Мордовию как там Мордовскую область а республику Мордовию Мордовскую область придумал блять я помню как-то в группетив Culture там написал Чувашскую область человек из Чуваши пишет эееееет братан республика что обижаешь Я говорю, все-все, понял-понял, справляюсь, извиняюсь. Так что, да, Республику Мордовию пересекаем, потом Бензинская область, и уже уйдем на Саратовскую область. Погода наипрекраснейшая. Вчера было в Саратове, я смотрел 26, Бензин 20. Сейчас, сегодня похолодало, но это прекрасно, 16 градусов сегодня. Поэтому, прекрасно ли, это прекрасно, вообще просто замечательно. Как я его ждал, а? Ну вот, да, здесь немного некрасивый, а, ну это может с этой стороны, я не знаю, шат. Ну да, с той стороны такой красивый эмблема, здесь, видимо, денег уже не хватило. Но, 1553 год основания, так что двигаем дальше. Вот мы уже к Республике Мордовия подогнали. Ремонтики идут, расширяют. Вот, видимо, две туда, две сюда будет. Вот, так что двигаем. Вот я добрался до легендарного Умета. Видишь, сколько кафе, 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 кафе. Лицезрение. Это та легендарная деревушечка, на которой, на одну деревню, длину, там, сколько, километр, два-три. Два, наверное. Пятьсот кафе. Ну, это я, конечно, утрирую. Ну, до хрена, как вы можете наблюдать, уже проехали 100 метров, 200. Три семерки, кафе, три семерки. Зачетные пацаны сделают счастлив. Чок, все дела, да. Курица, баранины, гавиат, свинина, три семерки. У вас все. Кафе Анастасия. Здесь, кстати, да, вот сейчас на выезде будет Мордовинс, по-моему, кафе. Раньше была Мордональдс, по-моему, если я не ошибаюсь. Короче, девушке Макдональдс предъявил претензию, типа, блядь, или вы убираете название, или мы их подаем, там, за нарушение прав, там, что-то. Ну, короче, что-то вообще попутали. В общем, по-моему, сейчас Мордовинс называется. Сейчас поглядим. Вот. Так что, ротан, да знаю, скоро отдохнем. У сестер кафе Урал, кафе Малинка. Там заходишь, там, наверное, это фоном играет. Малинки, малинки, возьмите борщ. Коллега. Кафе Мария. Никого не интересует. Теремок. Ну, правда, не тот, который, блин, и... Тут, наверное, вкуснее. Какие-то закрытые, какие-то открытые. Жар птица. Дубок. Кафе. Кафе Брат. Братан. Заходишь, блядь. Братан, здорово. Сделай, как брат вам. Подешевше. Кафе Успех. Кафе Мечта. Волга. Кафе Дельфин. Кафе Луч. Что там? Кафе Ралли. Кафе Ирэн. Нико. А вот он. Знаменитый Мордовин. Надо как-нибудь, кстати, туда заехать. Поглядеть. Кафе Светлана. Все отсветланило. Чайхана. Вроде работает. Кафе Лори. Не работает. Амсори. Кафе Араратуаса. Чемпион по шашлякам данной области. Так что ладно, экскурсию привели по поселку Кафе Умед. Кафе Мед. Поселок Кафе Мед. Хочешь поесть, подегустировать, заезжай. Надведаешь все, от шашлыка до борща. Ёпта ты, че исполняешь ты, олень? Вообще люди жить не хотят, че-то торопятся куда-то. И там ящик играют. Так что ладно, двигаемся. Зубовая поляна за окном. Это вот республика Мордовия, соответственно, тоже. Такие придорожные торговли, так скажем. Матрюшки, конины, грибы, кунты, салам. Шкурки всякие там. Вот так, наверное, многие люди и живут. Ну, здесь именно. Продовая вдоль дорожки. Сейчас впереди Макшан будет, или что-то такое, как-то называется. Там, по-моему, кондитерская фабрика, что-то, или что-то такое. Пиво тоже там бывают погрузки. Ну, на большие машины. Там у них, видимо, есть. Где себя занять? Я не знаю, далеко отсюда, недалеко. Счастливого пути, говорит нам республика Мордовия. Пензенская область встречает. Спасский район. Фазенда, да. Вот моя любимая кафе-мафе, когда я езжу в эту сторону. Фазенда. Раньше было вкусно, сейчас не знаю. Здесь уже не было. Кто понял, что я сказал, переведите. Так что, сейчас пойду кушать. Выгрузка у меня в понедельник. Сегодня я не успеваю. Завтра они не работают. Короче, торопиться некуда. Сейчас пойду отлично позавтракаю. И потихоньку двигать. Бля, какой дав был. Ну, в принципе, восстановить можно, да. Ну, короче, как-то так, ладно. Пойдем на Фазенду. Поели. Зашли в кабинет неизвестного архитектора. Смотри, какая мельница. Крутится-вертится. Мельница крутится, лавышка мутится. Попить, поесть. И стул такой. Для Валуева Николая, наверное, делали. Кафе Фазенда. Так, ну все. Выезжаем в дальний путь опять. Я думаю, еще до Саратова дойдем. И спать ляжу. Что-то я так устал. Так устал. Порции здесь, конечно, просто науши. Кашу наложили. Я половину только съел. Яичницу не даем. Не потому что неуважение, не вкусно. А потому что просто я столько не ем. Так что... До Пензы километров сто, кто пятьдесят, я не знаю, спинься уже. Погнали. Нам до Пензы, перед Пензой. На объездную. Ну, то есть на Саратов, короче. И на объездную, и на Саратов. Саратов. Такие люди. Смотри, какая церковушка. Село Покорное. Красотишка. Приказ качки. Надеюсь, сейчас качки не будет устраивать. Бля, я по-моему, на штраф приехал. Ёлки-палки разогнался. Камера на шестьдесят. Так, нравится. Что-то сверху у них проблемки. Хотя, с виду, относительно недавно делал их. Ну, хотя, относительно. Макшан встречает. Кстати, Макшан, Пензенская область. Почему-то думал, что... Как его звать-то? Республика Мордовия. Ну, и, кстати, тоже немало таких участков, где две туда, две сюда. Ну, разделительные, ну, в плане, там, разворота такие по фэншую. За Рязанью. Перед Рязанью. Ну, короче, местами. Не только деревни проезжаешь. Такие дела. Самара прямо. А мы направо на Саратов, Волгоград. Ну, и там далее по списку. Налево. Налево Саранск и Нижний Новгород. Кстати, на Саранск ездил. Вроде нормальная была дорога. Но это было... Хрен знает когда. Вот. Что двигаем? Кстати, впереди развязка. Вот, пойдемте. Впереди мост. На Пензу. Сереге огромный привет. Он поймет, к кому я обращаюсь. Вот. Но Пензу мы минуем. Так как нам сюда не надо. Да и обратки с Пензой тоже душные. Вряд ли будут заезжать, скорее всего, с Саратова и Светова. Но, кто его знает. Так что, еще раз привет. Как раз вот. На спуск пошел. Может, поближе к Саратову. Спуски, подъемы. О-о-о. А чего это? Так. Так будет далековато. А так. Как мне видится. Надо искать стоянку. И отдыхать. Потому что сейчас этим занимаюсь. Так, мы подъехали поближе к Саратову. В понедельник я буду в Саратове. В этот. Ну, когда вы будете смотреть, меня в скаф не будет. Потому что, может, чуть-чуть поснимаем. Что тахограф надо калибровать. Сейчас на скат. Саратовская. Кольцевая. И едем до съезда на Балакова. Балакова. Еще не посмотрел ударение. Ага. Блин. Попалась бы стояночка. Я тут не знаю, где что. Тут были стоянки. Там интернета нет. Все скучно. Мне до завтра стоит. Время 5 дней. Как бы, если был вечер, еще ладно, встал и лег спать. Я буду, как медведь, полсуток спать. А тут же, получается, это время до хренища. Скучно будет. Так что, ищем all-inclusive стоянку. Здесь вот такую въездную сделали тоже. На 4 полосы. На 2 сюда, 2 туда. Так, так, так. Мясоедовские. Комфортная среда. Так, а нам сейчас на бабочку комфортно доехать. Так, так, никого. Да, нам, получается, на съезд Сызрой 305. А, ну да, Балакова. Я так понимаю, так будет, вернее. Заправляем кабинет. Ну, собственно, искат. Не знаю, на какой протяженности на таком асфальте. Вот сейчас такой. Я помню, в году, не знаю, 17-м или каком-то хер знает, уже сбился. В 18-м. Возил, там, жидкости какие-то. Аэропорт строили в Саратове. Как он там называется, я забыл. Или не знал. Кто подскажет. И это... Вот, да, построили новое аэропортище. Но я там ни разу не был. Ну, то есть, когда его строили, был там. А так, не был. Может, сейчас мимо где-то будем проезжать. Не помню, в какой стороне. Дискат мне казался по-другому как-то. Что не было этого виадука сейчас, который, наверное, построили. Что, ладно, бегает. Погода вообще шикардос. Плюс 17 за бортом. А вот и снова Волга. Куда ни поедь, везде она. Получается, на этом берегу Саратов. На том берегу Энгельс, только справа. Вот, какой мастер. Я не камеру смотрю. Тут отбойник оставил. Мне встанет, что она ответит целиком. Тут отбойнички, да. Справа. Это у нас Энгельс. На этом не все показал. Что видно. Не знаю, ездил по этому мосту, не ездил. Говорю, был тут давно. Обычно, наверное, через город проезжал. Поэтому не помню. Так, да, вот. Такая прекрасная дорога. Пыли и пыли. Сейчас как раз скоро будет через 10 километров съезд. Сызрин, Самара. Скоро нам съезжать. Саратову привет. Ну, и всем кто смотрит. Так, что у нас. Самара, каратор. Съездик. Так, ну и все. Финишная почти прямая. На Балаково, да. Я уже сам придумал, что так правильно называться. Сейчас ищем стоянку. Все еще. Короче, отдыхать осталось. Мне до точки 200. Да, отворот, я так понимаю, там 120, что-то такое. В эту сторону поселка Горный. Так, что двигаем. Саратову пока. Что, у меня уже новый день. Я вчера припарковался на стояночке. Гостиница Алые паруса. Вообще хороша. 100 рублей помыться, 100 рублей постираться. Ну, столовая средней цены. Короче, я отдыхаю. Здесь две такие красотки стоят. Там какая-то река или хранилище воды. Не знаю. Подпишу. Даже не ходил туда. Я не рыбак. Ну, что, жду завтра. Завтра ночью. Сегодня воскресенье. Завтра ночью выезжаю. В 4 утра. К 8 утра приеду. 200 километров. Там дорога будет ухеров. Так что. Стоим. Отдыхаем. Так, ну что, у меня новый день. Уже свернул на Горный. Там перед Балакова. На Мэ как-то. Маяги или как-то. Сейчас ставлю, подпишу. Короче, считай, вот я еду. 23 километра в час. 30, местами 35. Ну, ям как бы почти нет. Там есть небольшие. Но она вся неровная. Блин, это еще груженое. 3,7. Назад пустое. Это вообще будет жопа. Ну, рессоры, да. У меня еще благо сидение на этом, на амортизаторе. Ну, я считаю, как пневма амортизирует. А был бы без нее вообще бы назад охренел. Сейчас, как бы, то, что машина прижата, она амортизирует нормально. А назад, конечно, будет и чай. 80 километров такой дороги. Ну, там местами лучше. Ну, основная часть такая. Так что имейте в виду, поселок гордый. Саратовская область. Там какой-то район, хер знает, Балаковский или какой. Или нет, не Балаковский. Там как-то по-другому. Вот, так, встречаемся на выгрузке. Ну, что, товарищи, добрался я до выгрузки. Какой-то горный завод, хрен знает. Сказали подождать. То, что у меня вот эти прутки дополнительно пошли. Их, как бы, не вносили в список, то, что возиться будет. Вот сейчас вот они все отредактируют. И меня запустят. Время местного полдевятого. Вот тут плюс час. Помимо московского. Интересно, ко мне идет чувак. Не ко мне. Вот, сказали, в течение полчаса запустят. Сколько там времени еще на выгрузку, не знаю. Записывался в Саратов на 11 утра на тахограф. В итоге, в лучшем случае, к обеду приеду. С такой дорогой. Три часа заняла 80 километров. В целом она, как бы, нормальная. Но она вся волнами. Местами ямы надо объезжать. Ну, днем ехать, как бы, можно. Ну, вот, у меня скорость была 25 км в час. Местами 30. Все. Не больше. Ну, это, получается, я ехал через Маянга. Маянга. Как-то так, все подпишу. А есть дорога напрямую. Березовая или Березовая. Как-то так. Там мост размыл или что-то такое. Тут совсем рядом до трассы. И, соответственно, теперь обходными путями. Здесь дорога желает желатый. Поэтому приходится эта дорога возвращаться. Туда-сюда. Легковые летят, похер. Ну, что у них подвеска там хорошая. На рессорах-то жопой. В общем, оно подобие, типа, как на Джанкой. Только на Джанкой она такая кривенькая. А здесь она в Алабе. Ну, и тоже кривенькая местами. Так что имейте в виду, поселок Горный. Со стороны Балакова. Такси дорога, вот, 3 часа. Вот, считай, мне назад 3 часа возвращаться до трассы. И там еще 150 км. 2 часа, 5 часов. Вот, вот, сколько мне час выгружать будет. В итоге... Час. К 3 часам приеду. Не знаю, примут меня, не примут. Так что фиг знает. Посмотрим. В общем, что, кто не подписался, подпишись. Не ленись. Посмотрел. Обязан подписаться. Спасибо за комментарии. Оцениваем. Ну, и до следующей серии. Куда мы будем с вами уезжать. Точно не знаю. Скорее всего, это будет, конечно, Москва. С какой точки, тоже не в курсе. Смотри, Тамбов, Саратов, Пенза. Пока ничего нету. На выходные были, соответственно, это логично. Может, пока сейчас в течение дня возвращаюсь, что-нибудь выпьедут. Поэтому встречаемся в новой серии. Обратно на Москву. Что повезем. Откуда. Узнаю в следующий раз. Так что, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok